С новостями к этому часу с вами в студии Елена Семеновичева. Вопрос антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей в период подготовки и проведения двух крупных событий с участием гостей из разных регионов России и зарубежных стран обсудили на заседании антитеррористической комиссии Ненецкого округа. Руководители силовых структур, исполнительных органов власти Ненецкого округа и города представили планы своей работы в целях координации действий во время проведения ежегодных соревнований по кроссу на снегоходах и Первом международном арктическом форуме. Участники заседания заслушали информацию о работе муниципальных комиссий по вопросам противодействия террористической деятельности и мерах по повышению грамотности населения в этом вопросе. Памятка для граждан об их действии при террористической опасности размещается на портале органов государственной власти округа и сайтах региональных СМИ. Задолженность по заработной плате в регионе по состоянию на 16 марта текущего года составляет более 50 миллионов рублей. Крупнейшими неплательщиками по-прежнему остаются Нарьинмар Сейсморазведка и Нарьинмар Строй. Основная причина наличия долгов по зарплате – дебиторская задолженность перед вышеупомянутыми организациями. То есть фактически Нарьинмар Сейсморазведка и Нарьинмар Строй ждут поступления денежных средств от компаний, которые им задолжали. Только в этом случае заработные платы будут выплачены в полном объеме. О планируемых сроках погашения говорили на заседании Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда. К ответу пригласили руководители организации неплательщиков и их дебиторов. Не успев выбраться из списка должников, Нарьинмар Сейсморазведка попала туда снова. 15 февраля текущего года открытое акционерное общество полностью погасило просроченную задолженность, которая накопилась у организации за несколько месяцев. И уже 15 марта опять задолжала своим работникам. Без зарплаты остался 691 человек. Срок задержки всего один день, но законодательство всегда стоит на стороне работника. Этим вопросом оперативно занялась прокуратура Неницкого округа. Результаты проведенного анализа деятельности ОАО Нарьинмар Сейсморазведка показали, что причиной возникновения задолженности по заработной плате явилось в том числе отсутствие надлежащего контроля за деятельностью общества со стороны ОАО Геотек Сейсморазведка, которое приняло на себя полномочия органа управления предприятием, обязанность по соблюдению и обеспечению в нём норм трудового законодательства. В целях устранения нарушений закона прокуратурой округа было внесено представление генеральному директору Геотек Сейсморазведка. О ситуации с погашением задолженности по оплате труда доложил замдиректора Сейсморазведки Александр Салтыков. По его словам, 48% от требуемой суммы работникам предприятия уже выплачено. До сегодня, до конца дня, сидим определенный ряд проблем со связью, с людьми, с интернетом достаточно медленно работать. Но сегодня не обещали до конца закрыть полностью все задолженности погашено. По-прежнему в списке неплательщиков заработной платы числится и Наринмарстрой. Предприятие задолжало своим работникам почти 8 миллионов 980 тысяч рублей, в том числе почти 6,5 миллионов 117 уволенным работникам. Причина задолженности – отсутствие финансовых средств. К настоящему времени деятельность Наринмарстрой практически парализована. Основное имущество продано, большая часть персонала сокращена с сохранением в течение полугода заработной платы. Предприятие сегодня не имеет никаких объемов работ. На оставшееся имущество наложен арест и плюс ко всему есть дебиторская задолженность, которую пока истребовать никак не удается. Частично решить проблему с задолженностью по оплате труда поможет продажа двух квартир, с которых приставы сняли запрет на продажу. По двум квартирам нам было должны 3 миллиона рублей, потому что люди, которые эти квартиры выкупают, они большую часть стоимость этих квартир оплатили по договорам аренды долгосрочной, которые были заключены достаточно давно. У нас есть материалы на складах, есть два здания, здание административное, в котором мы находимся, здание общежития на Меншиково. У нас есть техника, то есть имущество есть, вопрос его реализации. То есть сейчас вся реализация только согласие наблюдателя. Внешний наблюдатель, о котором упомянул Александр Кирьянов, уже назначен. Таким образом, арбитражный суд Архангельской области ввел в отношении Наринмарстроя процедуру наблюдения. Согласно российскому законодательству, ее целью является обеспечение сохранности имущества должника и проведение анализа его финансового состояния. В период наблюдения арест с имущества предприятия будет снят. Производство по исполнительным документам приостановится, и Наринмарстрой получит возможность работать. Это, по мнению суда, будет способствовать исследованию истинной картины финансовых возможностей Наринмарстроя и перспектив его жизнеспособности. Рассмотрение дела об итогах наблюдения назначено на 28 июня. Период наблюдения может закончиться в арбитраже, либо заключении между кредиторами и предприятием мирового соглашения, либо признанием должника банкротом. Напомню, производство по делу о банкротстве Наринмарстроя возбуждено 5 ноября. На свои неплатежеспособности настаивают в первую очередь само открытое акционерное общество и ряд его кредиторов. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В детских садах Наринмара и поселка Искателей уравняли родительскую плату за посещение садиков. С марта размер взимаемой платы за присмотр и уход за ребенком, посещающим детский сад на территории города, и для детсадов-искателей, так же, как и городских, составляет 114 рублей при 12-часовом пребывании. Таким образом, в среднем за месяц плата за посещение ребенком детского сада для родителей составляет 2280 рублей. В сельских детсадах плата ниже 78 рублей за 12-часовое пребывание. Размер компенсации, которая выплачивается в целях материальной поддержки, воспитания и обучения детей, и иные льготы остались на прежнем уровне. Средства родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях предусмотрены на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, посуды, моющих средств, приобретение предметов, необходимых для присмотра и ухода за ребенком, и иные расходы для хозяйственно-бытового обслуживания ребенка. Размер платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольных организациях каждый субъект России устанавливает самостоятельно. В Ненисском округе стартовала работа по созданию электронного портфолио для окружных детей. В 2016 году будет создан региональный сегмент федеральной информационной системы, который объединит сведения различных ведомств о детях, обучающихся в организациях общего, профессионального, дополнительного и дошкольного образования. Дорожная карта по разработке регионального сегмента межведомственной федеральной системы утверждена на заседании администрации округа. Согласно утвержденному плану, ввод системы в эксплуатацию в округе запланирован на ноябрь текущего года. Как пояснили в Управлении информатизации и связи, реализация запланированных мероприятий будет осуществляться за счет средств окружного и федерального бюджетов. По результатам конкурса субсидий Министерства связи и массовых коммуникаций в 2016 году на реализацию данного проекта округ получит федеральное софинансирование в размере 10 миллионов рублей. Региональный сегмент системы будет содержать информацию обо всех детях округа от рождения до окончания вуза, что позволит органам власти анализировать образовательные траектории детей и принимать более эффективные решения, связанные с развитием детского образования, здравоохранения и социального обеспечения. Для каждого ребенка в системе появится учетная запись, вокруг которой сформируется его электронное портфолио. Наринмарский авиаотряд вводит регулярные рейсы в Усинск в летний период. Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа и Наринмарский объединенный авиаотряд подписали соглашение о выполнении межрегиональных маршрутов. В период с июня по сентябрь текущего года маршрут действующего рейса Наринмарха-Ривер будет продлен до Усинска. Рейсы будут выполняться по вторникам. Периодичность и частота полетов определена с учетом пожеланий жителей населенных пунктов и глав муниципальных образований. Как отметили в профильном департаменте, для перевозки пассажиров будут задействованы самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8Т. Сейчас также прорабатывается вопрос использования более экономичных новых самолетов ТВС. Стоимость билета на Наринмарха-Ривер и Харивер Усинск составляет 5 345 и 5 690 рублей. После ввода в эксплуатацию самолетов ТВС-2МС планируется открыть прямой рейс Наринмар-Усинск. Это позволит снизить стоимость билета. На зимнике Наринмар-Усинск восстановили движение. За ночь подрядчикам транзит устранены последствия сильной метели на временной дороге. Зимник приведен в нормативное состояние. Движение по зимней трассе открыто для грузового и легкового полноприводного транспорта. 20 единиц спецтехники продолжают работать на различных участках дороги. МЧС России по Ненинскому округу рекомендует автовладельцам перед выездом получить оперативную информацию в состоянии зимника. Актуальные данные размещены на информационном табло перед выездом из города в районе базы Наринмар-Дримстрой, на экране в центре города, единой дежурно-диспетчерской службе 112, а также по телефону подрядчика, обслуживающего дорогу 8 911 650 40 40. На смену штурмовому ветру, который бушевал в течение последних суток в Ненинский округ, идут морозы. По данным Севгидромета, в четверг в Наринмаре ожидается облачная погода, небольшой снег, ночью метель. Днем ожидается ветер с силой 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит минус 13-15 градусов Цельсия. В целом по округу ветер порывами может достигать 17-22 метра в секунду. Температура минус 12-17 при прояснениях минус 22-27 градусов Цельсия. Исключение составит западная часть округа. Там ночью и днем ожидается минус 3-8 градусов Цельсия. Холодная погода будет держаться в округе около пяти суток. К этому часу у меня все. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...